Утро 20 февраля. Улица 2-я Красина. Здесь, в районе дома номер 51, лоб в лоб столкнулись два автомобиля. По первоначальной информации, есть зажатые в салоне и пострадавшие. Чуть позже стало ясно, помощь медиков водителю автомашины «Шевроле Лачетти» не понадобилась. Мужчина, 89-го года рождения, скончался до прибытия скорой. Информация, что столкнулись две ликовых автомобили, зажатые и есть пострадавшие. По прибытию было обнаружено, что автомобиль, предварительная информация Лачетти, вот московские номера ребята, при движении, при превышении скорости попали в небольшую яму, находящуюся на дороге, подлетели, это очевидцы говорят, и их выбросило на встречную полосу, где, соответственно, они врезались в легковой автомобиль «Опель». Ваша задача какая-то была или сейчас начнете что-то делать? Нет, и было, то есть как бы сейчас в «Опеле» девушка, ее помогли осуществить эвакуацию к врачам, в больницу ее повезли. А вот после окончания работы всех, выполнениями следственных мероприятий прокуратуры и зарисовкой всех обстоятельств, мы будем доставать тело погибшего водителя. Он один находился или еще кто-то там был? Когда мы приехали, он был один, но со слов, опять же, очевидцев, якобы был еще пассажир, который убежал. На месте происшествия патрульная служба выяснила, в этот день погибшему водителю «Шевроле» исполнился 31 год. По данным ГИБДД, он работал водителем маршрутного такси. По предъявленным данным, водитель автомобиля «Шевроле» «Зачете», двигаясь по правому ряду в направлении центральной части города, по неустановленной пока причине, выехал на встречную сторону дороги, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Опель». В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» погиб. Можно с уверенностью сказать, что водитель не был пристегнутым временем безопасности, и то жизненное пространство, которое находилось в автомобиле, помогло бы ему выжить, если бы он был пристегнут. Информация, что на дороге была яма, она как-то проверяется или подтверждается? Несколько лет назад на данном участке проводилась ремонтная работа. В правой полосе имеется небольшая просадка асфальтно-бетонного покрытия. В настоящий момент специалисты Дорожной инспекции, Государственная инспекция работают по установлению причинно-следственной связи между данным провалом с дорожным происшествием. По скорости мы что-нибудь можем говорить? Имеющая запись с видеорегистратора встречного автомобиля говорит о том, что водитель двигался со скоростью, превращающей скорость среднего потока автомобиля. Нет, вот это колесо, оно не известно, оно вообще другое. Данный участок прямолинейный, без пешеходных переходов, имеют факты превышения установленной скорости движения. Напомню, что на населенном пункте скорость ограничена 65 метров в час. В связи с чем, Центр организации дорожного движения по соответствующему графику выставляет на данный участок передвижную камеру автоматического видеокасации. И еще, состояние дороги с утра, как было? Насколько она обледенела или скользко? Что можем сказать? Состояние дороги было в удовлетворенном состоянии. Это все вмятина такая, которая просевшая, да? То есть это могло быть? Есть свидетели, что он в этой просадке, он подскочил и вот 50 метров пытался выровнять машину, его стал заносить, и потом все равно все-таки вырос на встречу. К месту аварии прибыли кареты скорой, несколько экипажей ДПС, пожарные и спасатели. В сторону Радужного автомобили пускали в объезд. Сегодня же появилось видео смертельного столкновения. Субтитры создавал DimaTorzok